смысл нашей жизни? Я вообще не думал, что я когда-то буду на эту тему говорить. Три миллиарда рублей в год. Ну, не надо мне на ботинки плевать. И ничего, вы не узнаете о себе. Что должен сделать каждый из тех, кто нас смотрит, чтобы хоть как-то изменить систему? Я могу сейчас врать чего угодно. И васька НАТО заходит на территорию нашей страны для того, чтобы прекратить гуманитарную катастрофу. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Сегодня у меня в гостях Андрей Кочергин. Современный писатель, мастер боевых искусств и основоположник современного ножевого боя в России. Директор Научно-исследовательского института спортивных и оздоровительных технологий и кандидат педагогических наук. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Да, столько всего. Как вы успеваете заниматься всем? Что из этого является вашей основной деятельностью? Основной деятельностью, видимо, подразумевается то, что занимает большее время и то, что меня занимает более всего. Более всего у меня занимает политическая деятельность, потому что я понимаю, что моя страна, к сожалению, зашла в системный тупик. И нужно предоставить моему народу право выбора для того, чтобы он понимал, как именно исправить данную ситуацию и, соответственно, начал заниматься политической активностью, которой в нашей стране нет. В силу того, что в нашей стране категорически нет политических партий, я могу это утверждать и доказать совершенно объективными показателями, хотя бы потому, что нет ни одной стратегии по выходу из системного тупика экономического, в котором мы попали. Соответственно, я как человек, который занимается много лет финансовым мониторингом и, собственно, зарабатываю деньги ровно на этом, а то, что вы перечислили, для меня является скорее хобби, мы сейчас создаем консервативную партию России, она находится в фазе регистрации, то есть мы в ближайшие дни должны получить ответ по факту регистрации консервативной партии России, которая уже сейчас готовит системные документы по предложениям, как можно выйти из того, во что мы попали. Более того, то есть мы отправляем это все на суд широкой общественности, поэтому любая организация, которая с нами солидарна, может это все брать и действовать вместе с нами. Насколько мне известно, вы уже не первый раз пытались зарегистрировать партию, почему в прошлые разы были какие-то сложности? Ну, потому что надо быть крайне наивным человеком, чтобы думать, что люди, которые так все славно устроили, что превратили мою страну, скажем так, в колониальный сырьевой придаток западной экономики, так просто отдадут все, что у них есть, а мы люди, хоть и консервативные, то есть мы против любых резких галсов, чтобы мачта не хрустела, но тем не менее настроены крайне решительно и, в общем, целенаправленно. Поэтому мы 12 раз нам отказывали. 12 раз. Но важна не сила ощущения его продолжительности, Ницше так говорил. Ну, и, в общем, мы все-таки надеемся, что в этот раз у нас все получится. А почему вы считаете, что создание политического движения, оно действенней, эффективней, чем многотысячные митинги? А потому что у многотысячных митингов нет цели. Это борьба ради борьбы. Я в свое время, первая моя диссертация была на тему, скажем так, марсистско-ленинской философии, там одна из тем, да? Я крайне прилично в этом смысле образован. То есть, я действительно очень сильно и долго занимался, скажем так, марсистско-ленинской философией, научным коммунизмом, историей партии и так далее, и так далее. То, чему сейчас современные люди не посвящены, они не знают, что это. Так вот, можете мне сейчас повторить признаки революционной ситуации? Вы уже знаете, что это такое? Я сейчас боюсь, что не смогу. Ну, низы там не хотят, верхи не могут, помните? Не помните? Я напомню. Да. Значит, низы не хотят жить, так как они раньше жили, а верхи уже не могут. Ну, то есть, они не могут. И на этом все заканчивают. А есть продолжение. Это, вообще говоря, вещица из работы Ленина на крах второго интернационала. Вы тоже не читали? Нет. Славно. Я могу сейчас врать чего угодно. Так вот, а там и продолжение. Субъективным фактором революционной ситуации является наличие рабочей партии, которая руководит процессом, руководит массами и, соответственно, является неким консолидирующим фактором во всей этой истории. Так вот, именно партия должна заниматься политическим ликбезом, то есть, объяснять ситуацию, что это такое. Например, вот сейчас выходят люди на улицу, они пытаются, значит, продемонстрировать свое несогласие. Это нормальное явление, тут нельзя их обнять в идиотизме. Это нужно обнять их в неграмотности. То есть, в Тунисе в свое время, значит, народ вышел в борьбе с коррупционерами. И они взяли и всех выгнали. Всех. Причем, несколько... Они это кто? Жители Туниса. Они выгнали... Граждане. Они выгнали правительство. Сбежало правительство. Они отправили, значит, выгнали президента, тут сбежал. То есть, они ура, мы победили. То есть, коррупционеры... У нас сразу такое возможно? Да вы послушайте дальше. Да. Коррупционеры свалили. Ура! Погибло несколько сотен человек в борьбе с вооруженными силами, которые пыталось правительство победить этот народ. Но его было столько, что победить его вооруженными силами не получилось. Тунис победил. Тунис красавец. Тунис стоит на площади. Тунис, как нация. Их рукоплещет сами себе. По руку плескали. Их спрашивают. Ну, уберите. Они говорят, что берите? Ну, власть. Они говорят, а как это делается? Ну, как? Ну, вы же хотели ее? Ну, да. Берите. Они говорят, мы не умеем. Знаете, чем закончилось? Они позвали обратно этих министров. Это был позор. Это был позор. В России нет теневого кабинета министров. Ну, тех людей, которые пытаются орать, что они готовы там идти с вилами на Кремль, там надо строить баррикады, надо там всех коррупционеров под зад пинком. Все здорово. Можно узнать кабинет министров аж теневой? Кто будет министром культуры, например? Нет такого человека. Хорошо. Дальше. Я спрашиваю. Вот вы веселые ребята. А можно узнать стратегию развития? Что для вас центры прибыли, скажем, в этом текущем периоде? То есть, ну, вот страна. Вот вы взяли власть. Ну, вы же ее берете для чего-то? Или просто дайте мне власть, я знаю, что с ней делать. Вот вы ее взяли. Отлично. Будьте любезны, расскажите мне первоочередные центры прибыли, которые требуют, скажем так, финансирования для того, чтобы страна удержалась на плаву, чтобы мы завтра не рухнули из-за смены власти. Потому что вот стоит управляющий механизм. Он антинароден абсолютно. Это вот к бабке не ходи. Ну, потому что по факту это аллергархическое правление. Это сращивание капитала с властной группой, что является, по мнению любого политолога или политэкономиста, худшим развитием сценария. Когда какая-то, будем говорить, финансовая группа сама себе пишет законы, сама себе их выполняет. То есть, это всегда за счет страны. Это паразитарная форма существования экономики. Ну, хорошо. У вас есть вот эти центры прибыли. У вас есть, скажем так, первоочередные меры. То есть, и самая основная лакмусовая бумажка, грубо говоря, любой организации. Будьте любезны, доложите мне, пожалуйста, ваши отношения к приватизации. То есть, что вы думаете по поводу приватизации? Сегодняшние ребята, которые зовут кого-то там на какие-то баррикады, ни слова не говорят об экономике. Потому что они плоть от плоти тех людей, которых они пытаются выгнать. Им нужна смена картинки. Это ротация называется. Это те же самые ребята. Это тот же самый номенклатурный коррупционный класс бюрократии, который зародился еще при Хрущеве. Вот все сегодняшние властные ребята – это бывшие коммунисты, которые просто-напросто поменяли свои партийные билеты и пиджаки. У них были некрасивые пиджаки. Сейчас у них итальянские. Сейчас им шьют хорошие пиджаки. И как нам исправить картину нашего света и будущего? Это предложение, которое должно овладеть умами народа. Когда народ действительно захочет голосовать. То есть мы за демократические преобразования. Потому что мы консерваторы. Современ Черчилль сказал поразительную и глубокую мысль. Если молодой человек в пылком юношестве не был либералом, у него нет сердца. Если он в зрелости не стал консерватором, у него нет мозга. Мы консерваторы. Мы с мозгами. И исходя из того, что я все-таки экономист, я напомню, что... Ну, не напомню, а те, кто меня не знает и видит в первый раз. С 2007 по 2012 год, например, я был замгенерального директора Запносибирского Газпрома по финансовому мониторию и кадровой политике. То есть я занимался, по сути дела, в антикризисном управлении. А наведением порядка в области финансов. После этого я работал в банке ВБРР. Занимался этим же самым. Это финансовый инструмент Роснефти. И на аутсорсинге я трудился в Сбербанке по возврату, скажем так, по пандосу на 7,5 ярдов в ПИН-телекоме. То есть именно моя схема, которую я предложил, сработала. И, в общем-то, Северо-Западный Сбербанк не потерял эти 7,5 миллиардов. Мне говорят, вот он хвостун, много чего там якает, если я это сделал. А как я могу это по-другому объяснить или сказать? Может, какие-то слова подбирать другие? Насколько мне известно, вы не так давно столкнулись еще и с другой стороны, с нашей системой. И вот ваш зал на Ушинского. Ну, было бы странно, если бы меня не пинали. То есть, ну, во-первых... Можете рассказать, что произошло и как вы реагируете? Что там говорить? Значит, прекрасный глава района Василий Анатольевич Понеделко. Сын замечательного генерала-лейтенанта МВД, который возглавлял наше ГУВД в 90-е годы. Что само по себе очень характеризующая такая черта его биографии. Которым мы знакомы. Который неоднократно обращался ко мне за какой-то там помощью. Я ему, естественным образом, эту помощь пытался оказать. Которого я поздравил с вступлением в должность. И у нас были какие-то текущие планы. Вы знаете, есть такая замечательная фраза. Называется «Смело от жадности». Дело в том, что там есть возможность построить на этом месте муравейник многоэтажный. Он подумал, подумал и решил реализовать проект. Более того, я не буду сейчас говорить о переговорах, которые шли по этому поводу с губернатором. Губернатор принял иное решение. Так у Василия Анатольевича хватило, скажем так, возможности. Его, будем говорить, аппаратной правоуворности, что ли. Письмо было расписано не на тот комитет. И теперь вот сейчас мы пытаемся отправить это письмо все-таки на тот комитет, который уже в курсе того, что надо помогать. И что надо вернуть обратно мне Ушинского 6. Мы добились того, что университет Лезговта, вот там, где мы сейчас с Вами находимся, где находится мой научно-исследовательский институт, готов принять это здание в любом состоянии, для того, чтобы создать абсолютно необходимый для университета центр единоборств. Под моей гидой в школе, как говорится, я там создавал этот центр единоборств долгие годы, 22 года я его строил на свои деньги. Там прямых только потерь более 4,5 миллионов рублей. Это моих денег. Лично моих. То есть, они пришли в один день, закрыли, вывезли все тренажеры? Они закрыли, поставили ЧОП, приказано было мне не пускать. Это называется рыдарский захват, вообще-то говоря. Разве это возможно в наши дни? Запросто. Причем самое забавное, значит, у меня толпа юристов, которые меня обеспечивали на всех проектах, где я работал. Поверите, это люди, которые более чем грамотные. А мои права там вытерли ноги просто. Ну, например, у меня буквально вывозят какие-то люди, демонтируют, разрушают оборудование. Спортивное, закупленное, стоящее у меня на балансе, значит, в неизвестном направлении. Я пишу заявление, естественным образом, по факту правонарушения в РУВД, РУВД не возбуждается. Я пишу жалобу по этому поводу в районную прокуратуру, районная прокуратура не возбуждается. Я пишу жалобу по этому поводу в городскую прокуратуру, на районную прокуратуру и на РУВД. Никаких проблем. Ничего не происходит. А что они отвечают? Все в порядке? Ничего не отвечают. Я, значит, попадаю на арбитражный суд по поводу всего процесса. Арбитражный суд принимает сторону администрации. И там какое-то фейковое объяснение? Никаких фейковых объяснений. Выходит тетенька, которая возглавляет, значит, с той стороны администрации весь процесс. Она говорит, что когда мы закрывали зал, в нем не было оборудования и все было кем-то вывезено. Мы не знаем кем. Это же воровство. Удивительно, что это происходит с вами, с тем человеком, который создает партию, который не последний человек в нашем городе. Неудивительно. И дело в том, что... Что значит не последний? Я же ведь не возглавляю ГУВД. Я не сотрудник ФСБ, я не сотрудник прокуратуры. Я всего лишь гражданин. Ну да, меня знают многие. И что теперь мне? По карманам нельзя полазить? Да ерунда какая. Вот, пожалуйста, Василий Анатольевич понеделка. Это все исполнил. Сейчас около, каждый день, около администрации Калининского района, либо около Смольного, стоят наши ребята и держат плакат понеделка в отставку. Прекрасная Василия Анатольевич понеделка приезжает утром на работу и увидит понеделка в отставку. Он уезжает с работы и увидит понеделка в отставку. Рядом плакат. Ушинского 6. И все говорят, когда вы прекратите-то? Я говорю, ну не знаю, пока не планируем прекращать. Опять же, важна не сила ощущения, а его продолжительность. И мы будем сражаться до тех пор. Во-первых, мы сражаемся даже не потому, что мы какие-то там негодяи или радикалы, или мы просто шкодные ребята. Нет. Просто он должен на ком-то запнуться. Ну кем-то же он должен подавиться на самом деле. Потому что он делает так со всеми. То есть в районе в этом он делает так со всеми, с кем вздумается ему. Потому что ему ничего не страшно. Совершенно напрасно на самом деле. Ну почему же? Ну у нас есть права, мы граждане России. Думаете, таких людей можно изменить как-то? Менять людей бессмысленно. Это все равно, что покойник украсить губы. Должна измениться сама система. Но система так просто не изменится. Она же где-то проседает, ее заменяют. Нет. Мы предлагаем ее поменять. То есть система должна измениться. Если она не изменится, этой страны не будет. Если этой страны не будет, если меня не услышат, если я окажусь неубедительным, то, к сожалению, все закончится. Как думаете, сколько лет нужно? Вы понимаете, в чем дело? Сверхдержава под названием Советский Союз была рождена за неполных 19 лет. 19 лет. До сих пор разворовать не могут. 19 лет всего. По сути, дело с 1934-1953 год. Да, там говорят, с 1929-го. Нет, с 1929-го была политическая внутрепартийная борьба. А вот уже с 1934-го года началось строительство в своих державах. Всего 19 лет. Мы тогда это смогли сделать. Да, мы сделали это там жесточайшим тотальным контролем, репрессиями и так далее. Но давайте учиться уже. Давайте избегать этого всего. Неужели нет инструментов, которые могли бы это все изменить? У нас есть пример Исландии, Арабских Эмиратов, Норвегии, Дании, Швеции. Когда есть пример Сингапура. Когда человек, придя к власти, имея там, скажем, какие-то рычаги, настолько четко совершенно следовал той программе, которая, по его мнению, вела к улучшению социального климата, что страна изменилась кардинально. Сегодня Сингапура – это одна из инвестиционных площадок мира с максимально привлекательной инвестиционной политикой. Всего-навсего ряд обыкновенных правил, которые пришлось следовать всем гражданам Сингапура. Да, есть отличная книжка «Из третьего мира в первый», и там как раз рассказывается весь путь, когда они максимально сделали инвестиционно привлекательную страну. Да, и причем даже читаешь, иногда даже глуповато звучит, как это было сделано. То есть, например, если любой специалист женился на гражданке Сингапура, ему тут же выдавали квартиру, гражданство, у него тут же были банковские услуги, предоставляемые под минимальный либо нулевой процент, и так далее, и так далее. То есть, всего-навсего женись на этой темке. А у нас позволяет вот недавний, по-моему, в первое чтение законопроект проходит на то, что в организациях типа Яндекса не может быть более 20% иностранного капитала. То есть, полностью отрезают возможность инвестировать извне в такие компании, которые могут поднять нашу экономику. Хотя есть вот, понимаете, тоталитаризм, который непонятно почему. Ну, во-первых, ну вот смотрите, самоэмбарго, зачем оно было сделано? Никакого политического эффекта от самоэмбарго не произошло, кроме одного. Безумное укрупнение рынка. То есть, люди, которые на этом рынке занимали устойчивое положение, выше среднего даже, то есть, годами наработанное, они рухнули, они не потянули, потому что они не могли провести тот уже устоявшийся продукт через границу. А люди сверхбогатые вдруг получили это право и повезли. Да, у них там есть там некие правила игры. То есть, вот сейчас мы все едим белорусскую семгу, например, которая некоторым образом приплыла в Белоруссию из Норвегии. Мы все едим армянские сыры, но если внимательно посмотреть на упаковку, то она сверху армянская, внутри французская. И вот какие-то игрища такие у нас. Причем до сих пор самоэмбарго. Зачем? Затем, чтобы люди стали еще богаче. Пять, шесть, максимум десять человек первого круга. Вот это и есть аллиграфическое правление. Без логики, без какого-то ни было равенства. Мы шагнули из депрессивного социализма в феодализм. То есть, первая страна в мире, которая из первобытного общинного, максимум феодального строя, шагнула в социализм, иной капитализм, была Монголия. Мы сделали поразительный ход назад. Мы из социализма шагнули в феодализм. Но страну также можно поменять и с помощью образования. Как вы относитесь к тому феномену советского образования? И что происходит сейчас? Образование страну не меняет. Образование есть основа изменений. Это как бы некий фактор, сопутствующий интегрированный фактор. Нас интересует только экономика. Потому что политика таковая, это сконцентрированная экономика. Когда мы говорим о политических изменениях, мы прежде всего должны говорить о том, какую экономику эти политические изменения должны родить. То есть, внутренняя политика – это система обеспечения экономики. И вот когда мы об этом говорим, то есть, мне упрекают многие. Вот я слишком часто упираюсь в экономику. Значит, я не слишком интересуюсь культурой, еще чем-то такое. Ребят, да ради бога, потом займетесь культурой, образованием, воспитанием. Все здорово. Создайте экономические условия. И вот тогда у вас появится время на культуру, образование. Там еще на что-то, да ради бога. Да, конечно, нам нужен, предположим, научный потенциал, для того, чтобы эта экономика была кем-то реализована. Мы же не можем гастарбайтеров принимать на работу, чтобы они для нас это сделали. Ну, во-первых, мы изучили вообще феномен миграции трудовой. Так вот, удивительная вещь. Ни один из декларированных тезисов, для чего нужна миграция, не был достигнут. Ни один. Мы подняли все документы. Ну, партия имеется в виду. Подняли все документы. По времени, по годам, кто подписывал, что декларировал, что собирался достичь, никто ничего не достиг. Нас просто тупо заменили на людей со стороны. Сейчас, вот сегодня, нет русских строителей. Нет такой профессии. Нет носителей этой профессии. И мы вынуждены говорить о том, ну, у нас их нет. Нет. Давайте сейчас только русские будут строить дома. А кто эти русские, откуда они взялись? У нас нет ПТУ, который готовит каменщиков, маляров, сварщиков, электриков. Все хотят быть менеджерами. Да даже не в этом дело. Их просто нет. То есть, чем они хотят заниматься там, да он, может быть, пошел бы трудиться на стройку. Там сейчас получают приличные деньги, поверьте. Так вот, этого нет. В это самое время господа Хамракуловы и Тумирмуезовы вывозят отсюда галимую наличку долларовую. То есть, тем самым ослабляя рубль. Потому что цена рубля во многом определена валютной интервенцией. То есть, тому, что выбрасывается Центробанком на продажу, скажем так, по рекомендациям МВФ. Вот сколько долларов выкинули. Ну, там бивалютная корзина, скорее, с евро вместе. Вот столько рублей стоит. А эти господа, представьте, сколько их. А я напомню, что в среднем в год уезжает до 15 миллионов гастарбайтеров. До 15 миллионов. Средняя зарплата там от 1000 долларов на сегодня на стройке. То есть, они уже не работают за копейки, как это раньше было. От 1000 долларов. И они их получают. И они их вывозят в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Анна Николаевич, но ведь люди... Происходит ротация так или иначе. И у меня, например, предки из Украины. Они когда-то тоже сюда приехали. И в итоге миграция – это не всегда негативный фактор. Миграция зачем? Когда у нас была миграция в Советском Союзе, у нас было единое экономическое пространство. Это были граждане Советского Союза, которые переезжали с одно место в другое. Это граждане другого государства. Воспринимать их как постсоветское пространство и говорить об объединяющих факторах – это просто смешно. Потому что они платят налоги там, а не здесь. Может, создать им условия, чтобы они платили налоги? Каким ты образом создашься, если ты гражданин другой страны? Это смешно. Да, у них есть там патент. Но своя форма налога. То есть, она упрощенная. Но она не в той мере, как это платится гражданинам. Ну, вот как в Сингапуре же сделали. Женился на сингапурянке. Нет. Есть гражданин Жириновский, который говорит, давайте-ка мы сейчас всех таджиков выдадим второе гражданство и дадим ему паспорта. Мило. Мило. Только сейчас в России нелегально осталось 14 миллионов мигрантов, которые живут здесь нелегально. И помимо этого, к этим 14 миллионам, которые не выехали обратно, приезжают каждый год до 15. Самое интересное. Возьмите, не поленитесь. Возьмите в интернете и выясните, сколько в 2019 году приехало трудовых мигрантов в Россию. Последние цифры, которые я находил, были в 2016 году. Знаете почему? Мы стали величать, как пилорама. Что происходит? На каком основании эти люди заезжают сюда? В таком количестве. Они едут сюда десятками миллионов граждан. А теперь вопрос вам задал. Придумайте мне цифру, сколько тратит бюджет Российской Федерации на депортацию незаконных мигрантов обратно в места их постоянной дислокации. Примерно. Порядок цифр. Придумай что-нибудь. Любую цифру скажи. 200 миллионов рублей в год. 3 миллиарда рублей в год. 3 миллиарда. Так это только на отправить. Это билеты. Хотя есть политика миграционная. Япония. Катара. Когда у человека, например, приезжающего сюда, есть адрес, куда он едет. Работодатель кладет депозит в банк, который подразумевает, если его депортировать будут, его депортируют на этот депозит. Если он заболел, его лечить будут по этому депозиту. У него есть ореол его пребывания. Вот здесь в командировке. Ну а почему они появляются здесь? Потому что русские предприниматели экономят и строят с помощью... Потому что русские предприниматели загнаны в ситуацию. Если они не принимают эти правила игры, они перестают работать. У них нет других. Почему не потратить эти деньги, 3 миллиарда рублей, на развитие образования профессионально-технического, когда у нас молодые ребята, которые не хотят быть менеджерами, а хотят зарабатывать от 1000 долларов в месяц. Не 15, не 20, а от 1000 долларов в месяц. Почему бы им не получить профессию штукатуры, каменщика, струбопольщика, крановщика? Почему это должен делать именно Хомракулов? Почему Хомракулов должен ездить на маршрутном такси, не имея прав при этом? Сколько ДТП при этом происходит? Андрей Николаевич, откуда у нас... Если у нас на улице будут эти штукатуры и маляры, то мы их, пожалуйста, будем брать, если они будут готовы работать. Но их нет. Я почему говорю? Приходится... Чтобы победить демона, назвать его по имени, мы взяли и рассмотрели всю систему состоявшуюся, выяснили успешность этой системы, признали ее совершенно неуспешной, и, исходя из этого, созвремляли свои предложения, как именно должна строиться миграционная политика, чтобы она нас устраивала. Так, например, в Японии есть минимальный порог заработной платы мигранта, который подразумевает, что в Японии приветствуют профессоров, ученых, художников. То есть, элита, высший класс. Пускай получает 5 тысяч долларов в месяц, и тогда он будет прекрасным мигрантом в Японии. Зачем нам разнорабочие, которых у нас самих должно хватать, по идее? Но их хватает. Да не будет человек работать разнорабочим, то есть, вот он за 40 тысяч рублей в Петербурге мести двор не будет. Объяснить почему? Потому что у него квартира, снятая в наем, будет стоить в районе 30, а при этом он еще будет платить налоги, и он что-то должен съесть. Эти люди живут в вагончике, они не платят налоги, они не снимают квартиры. И выходит так, что вот в этой ситуации мы заигрываем, грубо говоря, с какими-то ТСЖ, а на самом деле забираем рынок труда. Рынок труда просто обязан регулироваться регулятором. Государство в этом случае становится регулятором рынка. И все должно предприниматься для того, чтобы граждане чувствовали себя необделенными. В Японии огромное перенаселение, 128 миллионов человек на площади чуть больше, чем Ленинградская область. Я видел самое поразительное, что я в жизни своей видел вообще, с части, грубо говоря, исполнения своих служебных обязанностей. Ты прилетаешь в Нариту, это аэропорт токийский, и должен поменять деньги. Единственное место, где это происходит быстро и сразу, это вот в Нарите и происходит. Заполняешь декларацию, подаешь пачку денег, у тебя ее принимает человек, проверяет документ, передает человеку стоящему рядом. Тот берет эти деньги, поворачивается и передает за следующий стол. Остание между столами 1 метр. Раз, два. А там человек ее гладит. У него такой утюг, и он гладит эти деньги. Я говорю, а вот этот парень посередине, он кто? А это ему специально придумали рабочее место, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Он получает зарплату, он платит налоги, он член общества. Его уважают. Два мужика копают канаву. Четыре мужика с красными фонарями на пустой темной улице, на которой никого нет, машут, чтобы никто не попал в эту яму. Смотрится как идиотизм. На самом деле, они исполняют свой долг, они платят зарплату. Деньги не могут лежать. Деньги должны двигаться. Если они не двигаются, они погибают. Как Гитлер вышел из тупика после Первой мировой войны? Общественными работами. Он строил дороги, он строил коммуникации, причальные стенки, трубопроводы. И феномен, вообще говоря, вот этой вот вышедшей из пепла Германии, которая заплатила гигантскую кантрибуцию, когда несколько миллионов дейчмарок стоила коробка спичек, вот в том, что он, во-первых, подменил экономические требования Люмбе Пролетариата на национал-социалистические, то есть он заворожил нацию идеей о какой-то сверхъестественности своей. А второе, предпринял общественные работы. Как вышли из кризиса 30-х годов Соединённые Штаты общественными работами? То есть что вроде такого? Мы же деньги тратим. Они платили людям за то, что те строили дороги. Они получили поступление в бюджет. Деньги, лежащие в банке, становятся бумагой. Если они не будут считать, грубооборот, по-простому. Ну, а давайте подытожим нашу политическую тему здесь. И что должен сделать каждый из тех, кто нас смотрит, чтобы хоть как-то изменить систему? Во-первых, есть замечательная книга, которая называется «Капитал» Маркса. Надо мной все смеются, потому что, когда я говорю об этом, я говорю, ну ты сейчас нибудь сказанул. Я говорю, ребята, это гениальное произведение. То, что, предположим, оно явилось собой, грубо говоря, какой-то костный, предположим, вариант загнивающего социализма, который социализмом не являлся. Потому что социализм закончился на Сталине. Причём я его не боготворю. То есть, я не сталинист. Я всего лишь человек, который пытается понять, как мы это достигали, как мы убедили во Второй мировой войне, когда, собственно, не было ресурса. Как, например, без плана Маршала, всего лишь на себя динаминацией, мы смогли оживить страну в 1947 году. Это было гениально. Просто гениально. И сколько было построено центров прибыли за это время. Какие титанические задачи были решены. Переброска, например, с заводов за Урал. В истории человечества ничего подобного сделано не было никогда. И вот всему этому нам нужно научиться, как это делалось. И если это так, то надо изучать. Надо изучать капитал. Надо изучать апрельские тезисы государства, революция, докрак второго интернационала, чтобы понять, что все то, что происходит сегодня на наших улицах и нас тянут в какую-то там цветную революцию, так это не либералы. Это анархисты. Почувствуйте разницу. Они не за свободу. Они за абсолютное отсутствие власти. И тут вопрос. Антинародная власть, которая реально представляет обслуживание олигархической вот этой вот прослойки, она на сегодня исполняет свои функции? Вода в водопроводе есть? Свет горит? Газ есть? Есть. На секунду представьте, что в двух городах страны выключили канализацию, водоснабжение, электроэнергию и газ. Зимой. В январе. Хаос начнется через три дня. Хаос, мародерство, грабежи. Магазины будут разбиты. Я с легкостью представляю это. Причем самое забавное. Я ни секунды не сомневаюсь, что все это начнется провокаторами. Для чего? А потому что существует 99-й ФСЗ при наступлении гуманитарной катастрофы. Наша страна подписала протокол сотрудничества ради мира, называется оно, с НАТО. И войска НАТО заходит на территорию нашей страны для того, чтобы прекратить гуманитарную катастрофу. На этом закончится некая даже псевдо-самостоятельность Российской Федерации. И она будет поделена как Косово. Но ведь у нас есть огромный военный потенциал, который нас призван защитить от НАТО. У нас нет вероятного противника. Это очень странно. При отсутствии вероятного противника наличие Министерства обороны становится легкомысленным. У нас нет вероятного противника. Я слегка разбираюсь. Когда проводят учения, меня это забавляет. А против кого вы воюете? Кто на той стороне? Ну, это резерв. Если вдруг... Да нет. Если вдруг будет война... Вы крайне далеко от политической стратегии. Возможно. Военная стратегия. Так вот, военная стратегия должна иметь вероятного противника. Мы предположим, НАТО. НАТО для нас не является вероятным противником. Китай для нас не является вероятным противником. Его нет. Так получается, мир во всем мире? Получается так, что мы тратим деньги на Министерство обороны совершенно бессмысленно. Но если оно не имеет противника, зачем оно нужно? В таком случае закрывайте лавочку на ключ и все, приехали. Мы объявляем нейтралитет, как Люксембург или Швейцария. И приехали. А зачем нам тогда вооруженные силы? Вы за то, чтобы мы... Я не за то, чтобы мы. Я за то, чтобы у нас была ясность и понятность. Почему вдруг так вышло, что у нашего Министерства обороны пропало вероятный противник? Кто это допустил? А на ваш взгляд, кто должен быть вероятным противником в нашей нынешней ситуации? А кто нам постоянно объявляет какие-то эмбарго и так далее? Америка? Соединенные Штаты. Почему мы в эту страну отправляем каждый месяц по бюджетному правилу несколько десятков миллиардов долларов? Это самый странный вопрос. Да потому, что, видимо, они выиграли в холодной войне и они являются сегодня нашими априори хозяевами. Но здесь они еще и выигрывают за счет того, что они аккумулируют интеллект из других стран и создают условия, из-за которых люди из других стран... Давайте мыслить простыми категориями. То есть, они еще с лица неприличные и у них джинсы замечательные. И погода у них получше, чем у нас. И мы в зоне рискованного земледелия. Но мы сейчас о чем говорим-то? Соединенные Штаты победили в холодной войне. Конституция 1993 года написана под диктовку консультантов из Соединенных Штатов, в котором написано черно-по-зеленому, что международные законы главенствуют над федеральными. То есть, любой международный закон, то есть, любая международная организация, как МВФ, например, нам рассказывает, до какого возраста у нас должен быть пенсионный возраст, например. И мы с легкостью нарушаем Конституцию. Конституционный суд при этом молчит. Это самое забавное. Только что было нарушено две статьи основного закона. Все молчат. Резидентский срок и пенсионный возраст. Никого это не волнует. Почему это было сделано? Ну, потому что позвонили из Соединенных Штатов, сказали, меняйте. Я воль. Поменяли. Все. Все хуже, чем вы думаете. Меня поражает. У меня полное ощущение, что в дурдоме упал забор. Я разговариваю с людьми, которые смоют на меня и говорят, да ладно. Я говорю, да что ладно-то. Вы что, я один-то замечаю, что ли? Это просто вообще. Это все прямое указание. Это может перевести страну в состояние холодной войны снова. Нет, не холодной. Это может привести к настоящей войне. Только тогда, когда не государство, предположим, отстаивает суверенитет, целостность и права нашего народа на существование нашей территории. И когда объявляется гуманитарная катастрофа, ну, предположим, удалась цветная революция. Люди вышли доведенные до отчаяния, а это правда, доведенные до отчаяния на улицу. Это очень легко делать. Сейчас все, в принципе, идет к этому. Это гуманитарная катастрофа. Значит, люди, которые объявлены коррупционерами и которые являются коррупционерами, говорят, да, мы коррупционеры, извините. Ну, ладно, да, мы виноваты, мы очень плохо себя чувствуем. Мы садимся на наши чартерные самолеты либо там свои реактивные летательные средства. джеты, да, и валим отсюда. Ну, на заранее приобретенные острова. Все. Эти парни, которые привели страну цветной эволюции, говорят, ну, мы победили, смотрите, ура, нация в восторге. Да-да-да, нация в восторге. Но они не готовы управлять. Вот тут начинается коллапс. И опять же, как-то удачно получилось. Но они не очень умели, они не хотели уметь. Их вполне интересует 99-й ФССР. Самое забавное, вот это есть два 99-х федеральных закона. А можете упомянуть, о каком законе идет речь? 99-й ФССР, партнерство ради мира. Ратификация договора партнерства ради мира. Я скажу еще интереснее. В гарантии в официальном правовом сайте была расшифровка, что это. Как только я начал об этом говорить на лекциях, она пропала. И осталось только одно, какие-то невнятные слова о каком-то там таможенном режиме при пересечении границы Российской Федерации войсками НАТО там куда-то транзиты какие-то. Да нет. Партнерство ради мира. Скажите, пожалуйста, давайте по-другому поговорим. Какие услуги может представлять НАТО стране участнику договора, протокола партнерства ради мира? Что именно может дать НАТО? Военный блок НАТО? Это военная полиция. Это в Косово так было сделано. Когда были поделены сектора, вот Норвегия, вот австралийцы, вот французы, вот немцы, вот американцы. Указал свой сектор. И когда 99-й ФСЗ заработает, они заедут сюда беспрепятственно, а я еще раз утверждаю, что я читал это. Беспрепятственное пресечение границы, без таможни, без каких бы то ни было ограничений, ответственность за совершенное преступление на территории Российской Федерации по законам страны своего пребывания, изнасиловал, убил, своровал, его отправляет в США, судить его по законам США. Наше правительство разве допустит такую ситуацию? Писал действующий гарант Конституции. Проверьте, наберите «Партнерство ради мира 99-й ФСЗ» и найдите ссылку на Министерство иностранных дел, сайт Министерства иностранных дел. И вы думаете, что прям, если приходить на личности Владимир Путин... Я ничего не думаю. Вы прочитайте, пожалуйста, и думайте сами. Почему я должен за вас думать? Найдите Министерство иностранных дел, 99-й ФСЗ, Партнерство ради мира, кто подписал документы. Давайте немного на другую тему сместимся, раз мы говорим о таких вещах. Наверняка вы, Анна Николаевич, задумывались о том, мы все знаем, куда мы придем, все, каждый из нас с вами, и в чем тогда смысл нашей жизни? Куда мы придем? Нас всех не станет. А мы все сдохнем. Да, точно. Если быть буквально... Позитивно, да. Зачем? Какой тогда смысл нашего пребывания на этой планете? Да очень просто. На самом деле жизнь человеческая это экзамен на состоятельность. И когда люди говорят, что да ладно, забей ты. Мне очень понравилось выражение, сейчас даже человек пообещал, что я сворую, и я постоянно его сейчас везде повторяю. Когда людям плохо, они вспоминают о Боге. А когда людям хорошо, они вспоминают о дьяволе. Это так и есть. И вот тут возникает такая штука. Если я как православный человек понимаю одно. Я, грубо говоря, в силу своей веры я ознакомлен с фундаментальными документами по этому поводу. Священное Писание, Священное Предание. Люди, не знающие об этом, но опасающиеся того, что им придется что-то отвечать, они настолько напуганы этой историей, что им хочется это высмеять, чтобы это не было так страшно. Все время Паскаль, тот самый Паскаль, который вот прям самый главный ученый французский, он написал, если я сдохну и там ничего не будет, да я, собственно, ничего особенного не потерял, потому что я жил хотя бы как человек. А теперь представьте уныние атеиста, если мы окажемся правы. И мне неведомо, что со мной будет, когда я умру. Ну, этого никто не может мне сказать. И здесь даже никакие инсинуации невозможно, потому что это неприлично даже. Я скажу даже больше, даже верующие люди об этом не говорят. Потому что это говорить, знаете, как апостол Павел говорил, через мутное стекло гадательно. То есть загробная жизнь через мутное стекло гадательно. Мы не знаем, мы допускаем, мы надеемся, что это будет вот так. Но не в этом, ну, как бы, тот самый пряник, который должен затянуть людей в веру. Ну, знаете, там, вопиум для народа, все такое. А в том, что перед нами стоит идеальный образ человека, который по нашим представлениям стяжает это Царство Небесное. И вот тут мы стремимся стать теми людьми, которые действительно имеют надежду на то, что они стяжают Царство Небесное по подвигу своей жизни. И тут очень просто. Есть вещи, которые почему-то считаются общечеловеческими. Там, не уби, не укради, не пожелай жены ближнего своего и так далее, и так далее. Это очень странно, но это христианские ценности, которые вдруг стали общечеловеческими. Но ценности это не смысл, а именно ради чего все это? Это этика. Так нельзя действовать. Только если кто-то принимает эту этику, хочу и буду, это как бы я принял или не принял, то для меня это незыблемый закон. Я не имею права на выбор. И говорят, ну вы же рабы, вы же сами утверждаете об этом. Да, да, да. Что такое раб? Это раб, не имеющий права на решение, принимающий решение хозяина как единственное возможное. Если я раб Бога, я не могу быть любом человека. Потому что в этой ситуации я исполняю волю высшего порядка. А если Бог есть любовь, то я раб любви к людям, к миру. То есть я не могу отступить от этого, потому что у меня на это права нет. Если суждено мне погибнуть за мои убеждения, так тому и быть. Вот в чем смысл. И когда я каждый день сообразно своим убеждением живу и опасаюсь переступить те границы, которые могут нарушить мои убеждения и являются грехом, и я все равно это делаю, я знаю, что я облажался и не так страшен грех, как бесстыдство после греха. И вот тут получается, что у меня возникает система внутренних ценностей, которая позволяет мне эволюционировать как личности. А как эволюционируют люди неверующие, ну, как им в голову придет, так и эволюционируют. То есть, куда они именно идут, для меня большая загадка, мне кажется, что они пищу переваривают. Я потом видел, что остается, ничего хорошего. И вот тут возникает такая штука, причем самая забавная, агрессивность атеизма поразительна. Я недавно был, я постоянно участвую, ну, как миссияния Русско-Православной Церкви в неких форумах, конгрессах православных меня приглашают с выступлениями в разные епархии. Ну, я думаю даже, что я один из самых востребованных парней в этой области, потому что у меня участвует на канале на моем ютубе что-то 268 публичных выступлений. Я думаю, что добрая половина как раз вот связана с миссионерской моей деятельностью. Так вот, вряд ли кто-то сделал больше. Так вот, забавно, что один из преподавателей Духовной Академии показал статистику. Оказывается, в мире всего 10% атеистов. На всей планете. И подавляющее число живет в Китае. Миллиард. Граждан, грубо говоря, а у них так все устроено, что они в основном атеисты. То есть, количество атеистов, если убрать всех китайцев, микроскопическое, а полное ощущение, что каждый второй просто атеист, если не каждый там вообще. Потому что с кем бы ты ни общался, ты натыкаешься постоянно к какому-то атеисту. Почему так? А потому что люди верующие, они себя не приняты там. Знаете, и кротки наследуют землю. То есть, не принято заявлять себя, не принято скандалить, не принято там. А если человек ведет себя так, если он верещит, что он там православный, или там даже, ну, например, так ведут себя неопротестанты, пятидесятники, ну, ребят, ну, отсюда они там чистой воды. Это к христианству имеет очень отдаленное отношение. И выходит так, что люди, заявляющие себя, вдруг оказываются в каком-то виртуальном большинстве. Ну, потому что их сильнее всего слыхать. А мы, ну, нет. Я даже скажу больше удивительная вещь. Я вообще не думал, что я когда-то буду на эту тему говорить. Ну, потому что это мое интимное какое-то такое убеждение, я там, внутренний мир мой какой-то, и троеварий, пока они начали хамить мне по этому поводу. А я не привык вот так. Я начинаю огрызаться там. Я раз огрызнулся, два. Потом уже начал просто рычать. Ну, по слабости, опять же. И оказалось, что, ну, вот так вот и... Как вы ощущаете себя, ощущаете себя, сосуществуя с атеистами? Они безразличны, ребят. Ну, пока мне не плюнули на ботинок, я не спрашиваю, что он сделал, не готов ли я вытереть этот плевок об его жопу, например. Ну, не надо мне на ботинки плевать, да и ничего, вы не узнаете о себе. Крепость ваших ягодиц никак не пострадает. Ну, это же очень просто. То есть, это же субъект, субъектные отношения. То есть, ну, как? Общение. Это же... То есть, если я правильно понял, смысл в том, чтобы жить, следуя своим убеждениям, основанные на христианской вере. Вы поймите, вот знаете, удивительная вещь в чем? Вот есть три авраамические ветви. Иудаизм, ислам, соответственно, и христианство. Так вот, христианство не стремится к вселенской власти. Христианство не планирует захватить всю планету, сделать ее подобной нашим представлениям. У нас нет идеологических противников. Мы никому не объясняем, что они идиоты. Мы никого не высмеиваем. Это не принято. Это вульгарно. И сказано, не искушай. Если человек не верует, мы ему сострадаем, мы не тычем ему в нос, что он полный дебил. Это, видимо, время не пришло. Либо благодать призывающая, которая, по нашему представлению, дана у каждого человека как дар божий, она его не коснулась. Но как страшно смотреть, как умирающие в онкологических клиниках люди молятся. Может быть, первая жизнь. Андрей Калавич, на обычных тренировках, если идти в секцию где-то в городе, то обычно нагрузка во время занятий нарастает, по нарастающей идет. То есть, от разминки и к серьезной силовой работе. Насколько мне известно от учеников в вашей секции у вас первые 40 минут самый интенсивный, самый тяжелый. С чем связан такой подход? Вы уже уточнили, что я кандидат в педагогический наук. То есть, наши методики, они не просто подтверждены, они защищены степенью. То есть, моя диссертация как раз была связана вот с этой интенсификацией подготовки. То есть, весь передовой опыт спортивной методологии говорит о том, что должна быть повышение интенсивности с сокращением временного промежутка. То есть, мысль о том, что можно заниматься 8 часов в день, и ты станешь ниндзя-черепашкой, ну, то есть, черепашкой может быть ниндзей-вряд ли. И выходит так, что мы убираем паузу отдыха, мы сокращаем все там несущественные задачи, ну, например, там, вводную часть тренировки, подготовительную часть тренировки. И начинаем интенсивную задачу с простых заданий, которые не травмируют обучаемого. Поднимут ОЧСС, поднимут температуру тела, начнется потоотделение, собственно, он готов. У нас есть такой тест 100, например, тренировка длительностью 90 секунд. 30 секунд приседания, 30 секунд отжимания, 30 секунд бег на место. Как кроссфит, когда по кругу это повторится? Не надо мне говорить про кроссфит. Кроссфит – это самое негативное, что я знаю, как специалист, как тренер, как я, не знаю, в общем, я жду вот сейчас самого страшного, когда начнутся травмы, когда начнутся необратимые последствия, они уже начались, когда люди просто-напросто уничтожают собственное здоровье, потому что вот их задача – это маркетинговая привлекательность того, что они делают. ни о каком изменении, скажем так, тем более без ускорителей, без запрещенных препаратов даже речи быть не может. Кроссфит – это выкрутасы на базе, скажем так, плеометрии и круговых тренировок, которые известны миллион лет назад еще. Ничего нового там нет с точки зрения методологии. Знаете, что революционно в кроссфите? Маркетинг. Когда можно жить в пиздопропащинске, иметь собственную камеру и уже пытаться выступать некоторым образом виртуально в каких-то соревнованиях, в отборах и так далее. Вот что такое кроссфит. Когда специалисты раздают право на преподавание и на представление кроссфита только, опять же, исходя из центра маркетингового, когда надо ехать в Соединенные Штаты и получать лицензию. Когда люди, не имеющие никакого отношения к тяжелой атлетике, к лифту, гимнастике вдруг начинают кого-то обучать. Вот где ужас. У нас все в порядке. От простого к сложному. Мы двигаемся в одном направлении. У них, ребят, обблевался ты красавец. У тебя там, грубо говоря, органические поражения почек. Отлично. Ты молодец. Это стебно. Это круто. Ты смог. Ты себя уничтожил. А что у вас происходит за эти первые 40-50 минут? Во-первых, у нас интеграция. Мы понимаем, что у нас должна быть психическая устойчивость. Психическая доминанта это как раз элемент преодоления. Но при этом, при всем, мы меняем картинку вводными. То есть, у нас есть техническое задание, в серединке которого возникают раунды, скажем так, СВП работы. То есть, они выполняют какое-то техническое задание, неважно какое. Пожалуйста, 10 раз колени в грудь. Пожалуйста, 10 раз отжались. Пожалуйста, 10 раз складка. 10 раз парашютист. Встали. Еще раз 10 раз колени в грудь. Продолжаем. Что в этот момент происходит? Кажется, что я пытаюсь человека просто угрохать физически. на самом деле я меняю самое важное психическую направленность того, что он делает. Самое неприятное это вот это уныние, которое вызывает однотипная работа. Смена работы, по сути, отдых для психики. И в итоге получается, что за 40 минут человек в мясо устал, получил максимум информации, причем самое интересное, самая главная задача последняя. Вроде бы он там пахал эти 40 минут там час, а последний раунд у нас тот, для чего все это и делалось. Почему? Потому что психика запоминает последний раунд. Если вы, грубо говоря, решили после занятий формирующим тренингом типа на ковре потом еще пойти качнуться, как те многие делают, все, это вы для аппетита делали. А на самом деле вы мечтали пожать от грудей. То есть, после 40 минут самое интересное, и самое важное. Да. Самое важное в самом конце. То есть, тренировка в час это нормальный ход. Значит, тренировки ровно по часу. По часу максимум полтора часа, но в зависимости от задачи и от мезоцикла подготовки. То есть, 40 минут вот этого, этой подготовки мощной и потом 20 минут сама, самые новые? Нет же, нет же, у нас бывает по 40 минут тренировка вся. А, вся. Да. Почему? У меня тренируются члены сборной страны, мастера спорта международного класса, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпионка мира. Я тренировался воно так. Почему так сделано? А потому, что мы тренируемся не один раз в день. У нас две тем, три тренировки в день. Ну, когда мы находимся в соревновательном там или в подгодавительном мезоцикле. И вот тогда мы разносим тренировку не для того, чтобы их сделать больше, а для того, чтобы тренировочная нагрузка вот в микроцикле стала меньше, чтобы не упахаться, чтобы мы постоянно находились в неком тонусе энергетическом, чтобы мы не истощали себя. И опять же, отработали ноги на первой тренировке, во вторая, работали руки. Третья тренировка мы занимаемся другими задачами. В итоге охватываем огромный апласт знаний, при этом при всем, скажем так, как человек постоянно находится на неком психическом и физическом подъеме, а не утомляется. Это все вот найдите профессора Курамшина, это наш, кстати говоря, знаменитый доктор педагогических наук, теория, методика, физика, культура. Учебник целого есть у Курамшина. Ну, перед Курамшиным все-таки мы сначала посмотрим на ваши книги. В общем, в завершении нашего интервью... Далеко не все. Да, в завершении нашего интервью, Андрей, спасибо вам большое, что поделились вашими мыслями очень интересной позиции. Я бы хотел, чтобы вы рассказали про свою последнюю книгу, насколько вы рассказали, она ушла... Не последняя, я думаю, еще что-то там пишу. крайняя книга, она вроде как разлетелась прямо-таки за... За три дня, за три дня. То есть, первый тираж ушел уже по магазинам, которые знали о его выходе буквально за три дня. То есть, тираж закончился. Значит, это вот вам здесь побывать, это автобиографическая вещица, там истории, которые мне показались... Ну, то есть, во-первых, писать для того, чтобы развлекать кого-то, доехал и болело. Оно мне надо, что называется. Вот это вообще мой цитатник. То есть, как тут в свое время, значит, Дима Гоблин сказал, прочитав, он говорит, это такой поток сознания, мне очень нравится, говорит, такое. Я говорю, это цитатник. На самом деле, это взяли просто мои ответы на какие-то вопросы свели в одну книгу, там, да, они посвящены, там, ну, по разделам, понятно, да, но это такой, я не особенно парился, просто мысли, 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 и, в общем, вот эта вот вещица, это вообще говоря, вторая моя книга, потому что первая называлась «Введение в боевое карате», а это, как закалялась сталь два и на вторая, это истебанулся, грубо говоря, на Достровском, видимо, вот, и это вот 35-летний мальчик писал о своей жизни, о том, что душеспасительного там было, то есть, опять же, это не религиозные вещи, то есть, не пугайтесь, то есть, никто там, не будет вас куда-то увлекать, и все, кто вы не попадете там, или там, попы вас, мракобесы, не завлекут, это просто жизнь человеческая, чему она учит, грубо говоря, это вот история реальной жизни, которые со мной происходили, чему они меня научили, и чего я такой получился, на самом деле, а вот эта вот вещица, это написана, как бы, вторая часть, опять же, моей биографии, только ее писал уже мальчик 55 лет, вот то, что произошло, по большому счету, за следующие 20 лет, в этой книге, ну, говорят, что, то смеялись там, да колик, то зуб на зону нападал, ну, так оно и было, ну, у меня достаточно ужасная жизнь, это правда, вот, но, тем не менее, именно такая вот, видимо, и рождает какие-то важные вещи, которые есть потом о чем вспомнить, и вот эта вот книга «Или смерть», это, наверное, самая умная из того, что у нее сделано, она сейчас имеется в другой обложке в магазинах, это вещица, которую называю дворовый катехизис русского человека, то есть, это то, что должен знать каждый человек в современном мире, вообще звучит, как «Православие» или «Смерть», но исходя из того, что язык у меня еще тот везде, то есть, я пишу, как разговариваю, а я, бывает, что и резану что-нибудь по-военному, и поэтому слово «Православие» в некоторую руку дрогнуло писать, а я спросил или «Смерть» и поставил в упорсетеле знак, а в конце книги сказал «Православие или смерть мне?» То есть, это не призыв кризне всех окружающих. Мне без православия никуда, причем это мой выбор, я его никому не навязываю, я говорю о себе. И вообще, вся моя жизнь это не пример для подражания, а это рассказ о том, как ужасно грешный человек, проживший тяжелейшую жизнь, а это правда, и это можно даже просто посмотреть в этих книгах и спросить себя, врет автор или нет, это было или не было, ну, людей не обмануть. Так вот, я сражаюсь со своими немощами, со своими бедами, внутренними, в большей степени, и пытаюсь их каким-то образом победить. Для чего я пишу об этом? Для того, чтобы подарить какую-то надежду людям, что все это исправимо. спасибо вам, Андрей. Вот эти две книги, друзья, оставляйте комментарии, и два автора самых, в общем-то, тех озарений, которые пришли вам во время нашего интервью, какие-то мысли, два автора комментариев получат эти книги с автографиями Андрея. Вот, ну и третий, чтобы было не всем никому не обидно, это моя книга «Охотник за идеями», будет также для тех, кто не выиграет книгу Андрея. Андрей, а эту книжку я хочу подарить вам. Спасибо большое. Да. Спасибо вам огромное за интервью, я бы хотел, чтобы вы обратились к зрителям и сказали пожелания, о чем стоит задуматься прямо сегодня. Вы знаете, совершенно не важно, кто я такой, ну вот в данной ситуации вот сидит перед вами человек, а совершенно не важно, что мной движет, но одно крайне важно понять, если сегодня вы, вот вы человек на той стороне экрана, не задумываетесь о том, где вы живете, что вы делаете и что будет с вами, и с вашими близкими завтра, то, к сожалению, об этом будут думать люди, которые, которым вы не нравитесь и они сделают плохо, а вы не успеете предпринять, что бы то ни было. Задумайтесь о своей судьбе, задумайтесь о судьбе государства. Не надо идти за какими-то людьми, ну, предположим, за мной, сделайте лучше, чем я, и я пойду за вами. Вот это важно. Ну и тем, кто разделяет мои убеждения вероучительные, я могу сказать следующее. Спаси Господи, люди Твоя. Яко с нами Бог, им победишь. Соответственно, когда мы понимаем, что нас объединяет вера, нас объединяет единое убеждение, и с нами в одном строю стоят Александр Васильевич Суворов, благоверный князь Александр, иноки, пересветы Ослябе, то есть те люди, которые являются безусловными ориентирами в нашем служении. И вот с этими воинами Христовыми мы, люди, во многом военные, просто обязаны следовать ту же самую дорогу, что следовали они. Это называется преемственность. Ну и всех верующих поздравляю с праздником Покрава. Всех неверующих просто хочу поздравить с хорошим днем, пожелать хорошего вечера. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...